Всем привет! С вами снова HOKAPLACE TV. Меня по-прежнему зовут Платонов Валерий. Сегодня мы находимся на закрытой презентации для B2B сегмента от компании Element. Это два огромных зала. Один размером 150 квадратов, другой размером 350 квадратных метров. Куча дегустационных кальянов. Очень много людей из индустрии. Я пришел сюда, чтобы уронить индустрию на дно. И помните, если ты потерял ключи, ты найдешь их на дне. Поехали! Так как я говорил ранее, есть две зоны. Одна дегустационная, другая типа чил-аута. Здесь очень много людей из индустрии. Есть малоизвестные блогеры. Кто-то даже приводит своих детей. И вот я здесь случайно... Вот он отворачивается, он отворачивается. Антон, здравствуй. Не-не-не, Антон, Антон, надо-надо-надо. Ты засветился. Вот. Ну расскажи, как ты докатился до такого? Что ты ведешь до сих пор этот канал? Да-да, что я до сих пор здесь, да, на дне. То есть ты представляешь, насколько все сложно с ведущими, что после всех этих фиаско ты продолжаешь вести этот... Да-да, я не останавливаюсь. Не, на самом деле, это все игра. Это игра. Мы тестируем индустрию, рынок, ищем дно и пытаемся понять, в какую сторону нам двигаться с этим проектом. Я имею в виду с проектом HOOKUP PLACE TV. Он сложный, но я думаю, мы вырулим, вырулим, посмотрим. Это интересно. Продолжи фразу. Я уронил ключи, а мы поможем. Ну, типа, если ты в тюрьме, там, не нагибаться за мылом или что? Не, ладно, окей. У нас от наших подписчиков собрался такой блиц-опрос специально для тебя. Вот. Давай, отвечаешь быстро, не задумываясь, окей? Самбука-шот или нац? Вау, самбука. Самбука-шот или двойное яблоко-нахлы? Самбука. Порше или триумф? Ну, это глупо. Дурацкие вопросы. Это подписчики? Да, это подписчики. Ну, там два подписчика, типа, не считай меня, да. Ясно. Нет, неинтересные вопросы. Ну, типа, я люблю все, все из перечисленного. Все шесть вариантов, все хорошие. Грудь или задница? Нет, задница. Лена Мельник или Дарина? Вау. Вау, это кто такие вопросы пишет? Это Слубяночки приехал. Всем привет. Все. Ответ? Нету ответа. Ну, ладно. Женщину выбирать еще, но это несерьезно. Дарксайд или Элемент? Мы на Элементе находимся. Дарксайд, конечно, Элемент. Пока не представил крепкую линейку, я, ну, как бы, ну, мне сложно что-либо вообще говорить. Ну, говорят, будут сегодня представлять покрепче, да? Ну, посмотрим, посмотрим, да. Окей, и последний вопрос. Сколько Порше стоил? Ну, в районе 2700, что-то такое. Оказавшись перед Айком, что ты ему скажешь? Привет. Ну, да, это был Антон Гайворонский. Ладно, поехали дальше. Проплывая по дну, я наплыл на Диму Густову. На сама. Да, на сама индустрия, которая уже давно уже так... По дну плавает. Да. Ладно, давай поговорим про Элемент немножко сегодня ввиду такого события. Назови три своих самых лучших вкусов и элемента для тебя. Короче, это будет арбузный холст номер один, сразу же. Второй будет кактусовый финик, вкус, который к себе первым вышел. Третий пускай будет, блин, сложно, либо лимон, либо... Не, пускай будет лимон. А что не хватает Элементу, по твоему мнению? Или для тебя это прям идеальный продукт? Слушай, да он крутой, мне сейчас не хватает крепкой линейки. Ну, чтобы можно было типа поставить его в работу не только там для тех, кто любит полегче, да, или что-то среднее, а еще и крепкое. Но я знаю, что вот сейчас там уже забивают что-то крепкое. Типа землю. Да, они будут тестировать землю. Я пробовал первый пробник из земли, это было отвратительно, это было два месяца назад. Но, типа, я уверен, что переработали, что-то попробуем, посмотрим. Если это будет клево, то это серьезная заявочка. А колу пробовал? Да. И как? Мы сегодня курили колу, лимон, холодок, это норм. Блин, а вот я говорю, чисто колу, вот мне не хватает типа яркости. Я чувствую аромку, аромка классная, но мне не хватает именно яркости. Ты не замечаешь вообще такого? Просто у некоторых вкусов, я не знаю, может я прикурился, но мне не хватает прям яркости у элемента. То есть мне нравится ароматика дико, но яркости где-то не хватает. Короче, мне кажется, дело в забивке. Мы сегодня много раз обсуждали с гостями о том, что, типа, как забивать на четырех углях, на трех углях и так далее. Я делаю так, как вообще компания элемент мне рекомендует. То есть фаннелы. Касания. Касания, питерские забивочки, фаннелы. Я курю на трех углях дома и мне очень комфортно. Total Flame забиваю половину, половину элемента. Это дико мне вкатывает. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Я нашел свою яркость и насыщенность через такие забивки просто. Продолжаю плавать по дну. Я наплыл в очередной раз к Игорю Шубину. Привет. Привет. Смотри. Презентация в целом, ну, не очень хотела. Я уже об этом говорил. Это именно тот формат, на который нужно опираться. Какие у вас вообще дальнейшие перспективы по мероприятиям, по России, может, не знаю, по миру? Расскажи об этом немного. Следующие два мероприятия, где нас точно можно будет увидеть, это зимний Джон Кальяна Фест и Хука Клаб Шоу в Питере. А так мы, ну, вообще дегустация и презентация элемента проходит во многих городах без нашего участия. Это делают сами кальяны, это делают наши дистрибьюторы. Мы будем кататься по России по городам-миллионникам и делать презентации сами нашей командой. Первая такая презентация произошла в Казани, вторая презентация в Москве, потому что это столица. Дальше будет Питер и остальные города-миллионники. Окей. Все ждут. Ну, как бы, понимаешь, вы представили уже свой продукт. Все курят элемент, но все говорят, нам нужно покрепче, покрепче, покрепче. Когда официальный выход более крепкой линейки именно Земли? Этот вопрос нам задают, наверное... Да, очень часто, я понимаю, но все же. Примерно раз в 50 в день. Ну, ладно, поделюсь небольшим инсайдом. Линейка Земля уже тестируется, даже сегодня уже кто-то смог ее попробовать. И если все пройдет хорошо, то до конца года она будет уже в продаже. Такая глобальная презентация, знакомство с продуктом будет в Питере на Хук Клаб Шоу. Цена не поменяется итогового продукта? Пока по цене ничего не могу сказать. Но, возможно, какие-то изменения могут быть? Возможно, да, потому что используется другое сырье. И если по затратам это будет дороже, то, возможно, цена будет чуть дороже, но это не точно. На самом деле мы всегда ставим сами для себя высокую планку. Это касается не только производства продукта. Это касается и всех мероприятий, в которых мы участвуем, и всех мероприятий, которые мы делаем сами. Поэтому в данном мероприятии очень здорово, что пришлось только народу. Это именно представители бизнеса, представители магазинов, представители заведений. Очень много лидеров мнений о нашей коленной индустрии было. Ну и вот такими мероприятиями мы стараемся показать, что наша коленная индустрия не находится на дне. Она все-таки довольно успешно существует. Ну да, но я все равно ее немножко так. Плыву, тяну, ну да ладно. В общем, продолжаем презентацию Табака Элемент. Плывем дальше. В общем, я тут плавал по дну и приплыл к Илкину. Привет, Илкин. Расскажи пару слов, что ты думаешь вообще об Элементе, как о продукте, о новичке на рынке. Какие вообще перспективы, что ты вообще... Твое мнение, я хочу узнать. Слушай, да вообще, в принципе, перспективный как бы табачок. Вся вообще концепция, как бы весь движ, прям... Ребята красавцы, как бы есть интересные вкусы, да, как бы позиционирование. Мне нравится то, что, ну, они позиционируют как бы из серии картинка вкус, то есть это все совпадает. И нет такого, что ты куришь одно, как бы, да, ну... Куришь, короче, одно, а нарисовано другое, как бы вы понимаете, о чем я говорю прекрасно. Вот, и я надеюсь, что у ребят все выйдет, все получится, все красиво, как бы пока что, все стабильненько, что я пробовал на... Ой, на Крисмас, все, на летнем, да, да, на летнем, собственно, да, фесте Джон Кальяна. И сейчас, как бы, я понимаю, что все хорошо, все отлично, стабильненько, вкусы, то есть все отлично. Просто лайк, мне очень нравится. Презентация элемента продолжается, а наш выпуск подходит к своему логическому концу. Я надеюсь, что мероприятия такого формата, они продолжатся, и что люди, которые производят табак, которые производят чашки, кальяны, начнут присматриваться, как именно нужно делать мероприятия такого формата. Было круто, душевно, классно. И самое главное, живите дымно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова